Ты кормить нас сегодня будешь? В решении секретариата Ассоциации Прилитатских Музыкантов, джаз-банды, как агентов буржуазской культуры, кормить не велено. Что ты сказал, гад? Кто агенты? Вы. Вот, газеты читать надо. Шоу вежливых людей. Добрый вечер, урожаемые радиослушатели, на календаре у нас пятница, 16 октября. Это шоу вежливых людей в студии Александр Робин. Друзья, сегодня поговорим мы немножечко про шоу-бизнес, если можно так выразиться, а именно про его музыкальную составляющую, потому что уроженка Пскова, выпускница лица развития музыкальной школы, а также музыкальной школы имени Модеста Петровича Мусоргского, номер 2, Алина Виардо, выступила на шоу «Голос» на Первом канале, но девушка не прошла слепое прослушивание. К исполнению песни Юрия Лазы-Плот жюри не привили никакого интереса, не повернулись, к сожалению, к псоричке. Также стало известно, что Юрий Лаза подвел в суд за нарушение авторских прав. Так вот, что же помешало Алине Виардо пройти в следующий этап, и почему псковским звездам шоу-бизнеса не покоряется телевизионная Олимп, именно на эту тему мы с вами сегодня и поговорим. Также хочу сказать о том, что телефон прямого эфира 62-80-30, поэтому звоните и задавайте свои вопросы, с удовольствием их обсудим. Ну а у меня на связи заслуженный работник культуры, музыкант, продюсер Игорь Попов. Игорь Александрович, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Игорь Александрович, очень рад вас слышать, и хотелось бы у вас тоже получить пару комментариев вот по поводу того, почему Алина Виардо не прошла. Вообще, в целом, вам вот лично понравилось ли ее выступление, и если бы вы были в жюри, вы бы повернулись или нет? Ну такой вопрос скользкий и сложный. Согласен. Я эту тему поднимал в прошлом году. Так. Ну, во-первых, хотелось бы выяснить, почему псковичка, потому что она здесь родилась. Ну, мне кажется, потому что она выпускница лицей развития музыкальной школы Мусоргского. Может быть, только поэтому. Человек давно работает в Санкт-Петербурге, в партнеральной организации, и мне были, как бы, так вот оно должно быть. Ну, я понимаю, к чему вы клонитесь, но ведь человек не забывается. Я клоню к тому, что у нас последние четыре года на совершенно непонятной основе принимали участие представители южной столицы нашей области, Великих Луг. Там Анна Варакса, которую прервали, это был фестиваль «Новая звезда». Другие там девушки из самодельственного коллектива «Трубадур». Меня интересует только одно. Каким образом они туда попадают? Кто их туда посылает? И неужели у нас на территории Псковской области нет лучших? Ну, смотрите, Игорь Александрович, мне кажется, попадают они туда исключительно по собственному желанию, наверное, да? Потом проходит отборка, кастинги, как это обычно бывает. А по поводу «нет лучше или есть» мы с вами об этом обязательно поговорим. И, кстати, еще хорошую тему вы подняли. Почему именно представители южной столицы в большинстве случаев принимают участие подобных тем? Собственно говоря, у меня и ответ на это готов. Так, давайте. Я вынужден просто признать превосходство южной столицы. Там действительно вот за годы, когда и советские, и постсоветские, там очень сильная музыкальная школа. Там была очень сильная всегда самодеятельность. Рок-музыка была, популярная музыка была, классическая музыка была. И там всегда были очень сильные вокалисты. То есть там всегда и по сих пор ведется работа с молодежью. Чего не могу сказать о своем родном городе. А почему так происходит? У нас ведь тоже в Обскове есть и педагоги, и какие-то, ну, там, репетиторы по вокалу, достаточно много музыкальных школ, там, исполнителей. Но почему-то вот именно в телевизионном Олимпе не везет псковичам. Вот поэтому и не везет. Может быть, лошадки не те. Ну, понял я вашу, понял вашу точку зрения. Вот. Продолжим диалог. Напомню, что сегодня у нас на связи заслуженный работник культуры России, музыкант-продюсер Игорь Александрович Попов. Игорь Александрович, вот, скажем так, Алина Виардо исполняла песню «Мой плод Юрий Лозы», да? Как вы считаете, с точки зрения организаторов, правильно ли навязывать песню исполнителю? Значит, я, во-первых, в это дело не верю. Раз. Так. Я всю жизнь участвовал в конкурсах, и покруче этого. Моя воспитанница, значит, Мария Приженникова. Угу. Ну, для тех, кто, как говорится, в теме, это дочь заслуженной артистки России Светланы Коломеец. Так, знаешь, Светлана. И мы прошли от начала до конца все это телевидение центральное, и выступали в концертном, в большом концертном зале Дворца Съездов. Так он раньше назывался. Нигде никакие редакторы, никакие произведения не навязывали. Это раз. Так. Советовать могли, что, ну, как бы песня не идет. Неужели они там не видели, что... Что такое плод? Плод – это песня олицетворения целой эпохи нашего народа, поколения. Я не очень хорошо отношусь к композитору Юрию Лоза. Угу. Я с ним лично знаком. Но композицию это вы не совсем одобряете, хотя ее нравится. Эта композиция хороша для другого. Не для конкурса вокала, да? Это не для... Ну, а что там? Три ноты-то крестом, диапазона нет. Аранжировка такая на надрыве. Несколько истерического плана. Ну, пусть будет. И такое может быть. Сейчас не надо ничего запрещать. Но то, что это не для женского голоса раз. И совершенно другая тема в этой вещи заложена. Совсем другая стезя – это два. Игорь Александрович, можем ли мы говорить о том, что жюри не повернулись исключительно из-за выбора репертуара? Ну, вы же видели жюри. Я потом несколько раз пересмотрел. Бас-то там просто наблюдал за камерой. И когда она его переставала показывать, он там в кулаки просто ржал. Ну, да. Полина Гагарина – это был единственный нормальный член жюри, которая находилась от начала до конца в недоумении. И это было искренне. Ну, Шуткин изобразил лазу. Чтобы не трогали святое. Ну, да. А Сергей Шнуров, как мы с вами помним, приводил в пример Машу Распутина. Ну, это надо Сергея Шнурова поднимать. И понимать. Никто, конечно, всерьез не представляет, что он серьезно сказал, что если бы вышла там Маша Распутина, которая самая великая и величайшая, и у Итни Хьюстон ей в подметке не годится. Ну, это степ. Ну, да. Это такой легкий сарказм. Игорь Александрович, вот по поводу Юрия Лозы, да, прошла такая скандальная новость, по-другому ее не назову, может быть, даже новость хайповая, что Юрий Лоза намерен подать в суд на Первый канал и участницу шоу «Голос» за исполнение его хита «Плод без разрешения». Он сказал, что не давал разрешения на переработку песни. Значит, сразу вам отвечу. Так. Ничего скандального здесь нет. Ничего хайпового здесь нет. Ну, хотя бы, да, есть, допустим, да? Да. Существует закон об охране авторских и смежных прав. Он существует в двух видах. Первый вид – это вот человек написал песню, он ее послал на редактирование, на, значит, установление права авторства. Целая комиссия разбирается и эту песню даже терифицирует, сколько стоит ее разовое исполнение, и утверждается она. И дальше разрешение только автора. Вариант номер два. Так. Вариант номер два. Продается песня. Написал песню и продается. Ну, чтобы совсем поближе быть. Есть такой у нас автор, Михаил Шевченко, проживающий в Апочке. Он написал песню для Ирины Аллегровой, которую знает вся страна. Песня называется «Кому какая разница». Да, знаем. Такой-то действительно автор наш, Псковский, да? Наш, Псковский, не Псковский, а Почетский. А Почетский даже. А Почетский, Михаил Шевченко, у него еще есть ряд песен. Он идет другим путем. Он ездит, предлагает, то есть продает. И передает все права. Потому что каждое выступление приносит какие-то копейки. Еще пример приведу. Так. Автор гимна Советского Союза Сергей Михалков написал песню, ой, что я говорю, песню, пьесу, пьесу. «Зайка-зазнайка», которую исполнял наш театр имени Пушкина, драматический. Вот, главный режиссер Вадим Радун, директор театра Валерий Павлов. Так вот, юристы Михалкова подали в суд за отчисление авторских прав. И суд выиграли? И суд, и суд. А там не может быть другого. И суд выиграли, и наш театр, который тогда финансировался крайне плохо, вынужден был платить. После чего, конечно же, пьеса была снята с репертуара. Чтобы больше не платить. Игорь Александрович, а как вы думаете, есть ли шансы у Юрия Лозы выиграть суд в этом случае? Либо же у Первого канала хорошие юристы, и они найдут, как с этого дела грамотно уйти. Я думаю, что нету. А почему? У Первого канала нету. У Первого... Нет. То есть, если... Конечно. Если у него зарегистрирована эта песня, а она зарегистрирована, потому что он столько лет получал за эту песню авторские, а вы... Вы должны немножко понимать, что это такое. Это... Если популярная песня, ну, вот, скажем, Соловьев Седой с песнями, с песней «Подмосковные вечера» обеспечил не только себя, детям, внуков и правнуков. Хорошо. То есть, другими словами, получается, что я вот не могу в каком-то ресторане выйти, да, и на публику исполнить песню. Да? Очень хорошая тема. Очень хорошая тема. Раньше каждый ресторан, каждая танцплощадка, «Радиостанция». Радиостанция. Все писали рапортички персонального учета произведений, исполняемых в той или иной программе. И авторские отчисляли. У нас были инспекторы, которые проверяли, соответственно. Которые приходили и проверяли. У них была на руках вот эта рапортичка, список песен, где правильно должны были указываться авторы. И вот даже могли попросить. Так, а вот эту песню, пожалуйста, сыграйте. Хорошо. Игорь Александрович, ну вот сейчас, даже там, если мы не берем рестораны, кафешки и прочее, мыслить более глобально, даже ведь на дне городов, когда проходит у нас там Апочка, Остров, Печоры, там же тоже со сцены поются перепевки известных хитов, менее известными исполнителями, назовем это так. Я не буду говорить за те города, где проходят это, я скажу вам за наш город, которым я уже страшное количество лет, обязательно составляется программа и обязательно платится, и это заложено в смете расходов. если не платится это все раз, не платится два, возникает уголовное дело. То есть с этим в принципе все чисто, но, насколько я знаю, не все наши псковские артисты сотрудничают с РАО, да, и хотим мы вот, может быть, на примере как раз-таки Иска Юрия Лозы и вам, всем уважаемым артистам, посоветовать. Ну вот, я услышал правильное слово, я смотрю, вы как ведущий, вам поклон, вы подготовились к программе, вы назвали слово РАО, Российское агентство охраны авторских прав. да, куда же без него, про него частенько забывают, но... Конечно. Про это нужно... Были даже такие перегибы, что хотели брать с таксистов, то есть вас везет таксист и звучит музыка, то есть более высокий уровень передвижения, вы с музыкой передвигаетесь, музыка-то звучит, по идее, да, но поймать... Но это же не масса прослушивания, Игорь Александрович, это же можно сказать, ну вот я водитель, мы вдвоем едем... Так, 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 есть ответ сразу. В магазин ходите и пластинку покупаете, компакт-диск. Покупаете? Покупаем. В этой цене уже отчисления заложены. Не бесплатно вы ее слушаете. Вы все равно автору с этого платите. С этой пластинки, да? Конечно. Хорошо, ну вот когда непосредственно Алину Вярдов спросили прокомментировать эту ситуацию, она сказала, что я считаю, что эта песня одна из самых популярных в нашей стране, как можно подавать в суд на исполнение песни, которая пойдет по всей России, во всех дворах и застольях. Эта песня, можно сказать, русская душа. Я не понимаю, как можно запретить петь российский хит. Вот так вот очень интересно прокомментировала Алина. Ну, у меня сейчас будет более интересный ответ. Так. Гимн Советского Союза и гимн России поют по всей стране. Но существует закон о дискредитации государственных символов и символики Российской Федерации. И наказывается там лишение свободы от года до пяти за искажение или дискредитацию государственных символов. На этом точка. На этом точку. Что же, будем следить, как развивается ситуация. Игорь Александрович, ну и хотелось бы еще буквально пару вопросов. Как вы считаете, чего все-таки не хватает нашим псковским артистам? Вот они бьются, бьются. Вот с 12-го года, да, первой участницей шоу «Голос» была Анастасия Спиридонова, заняла там третье место. Это пока самый высокий вообще показатель. Она не из Пскова, она из Великих Луг. Она из Великих Луг, прошу прощения. И все-таки чего не хватает артистам нашего региона, я скажу так, чтобы наконец-то уже пробить этот телевизионный лимб, потому что различные вокальные конкурсы участвуют наши ребята, но никак пока не смогли закрепиться там. Нужно быть. Чего не хватает? Денег, может быть, не хватает? Все хватает. Так. И таланты есть. А почему тогда результата нет? А результата нет. А никому это не нужно. Вот городу не нужно. Мы так проведем. То есть это должна быть поддержка администрации еще получается? И поддержка администрации, и поддержка руководства тех же домов культуры. Захотят, сделают. Все будет. Это не случайно было. Когда мы пробивались, нас вообще никто не поддерживал. Даже наоборот. Палки в колеса вставляли. Но пробились же, понимаете? Потому что сами очень хотели. Потому что по 8 часов в день на гитаре играли. Конкретно Алексей Фрамус Петродворецкий. Это тот человек, который сейчас играет в Петродворце. Он умеет играть на всех инструментах, но он переиграл нервное окончание пальцев и играть не может. Он играет на пиле. На пиле? Да, на пиле. Он приезжал на День города. Концерт был песней июльского вечера. И он играл на пиле, на ножовке. 40-ю симфонию Моцарта. Многие студенты нашего училища позавидовали. Мне кажется, все позавидовали бы, если бы с обычной ножовки можно исполнять Моцарта виртуозно. Понятно. В общем, у нас все есть, но не хватает где-то желания, где-то административного ресурса, а в некоторых случаях и таланта. У нас перестали проводить какие-то вокальные конкурсы, а без них нельзя. У нас перестали что-то делать. Ну, там, да, второй сезон пандемия и так далее, и так далее. А раньше Зеленый театр был всегда полон и разные концерты проводились. А при Иване Гороче Калинине жители наверняка, которые слушают, вспомнят, были площадки во дворе. И там существовал список концертов, которые самодеятельные коллективы должны вот во дворах играть. И это все соблюдалось и делось. Но авторских прав там не было. Авторских прав там не было. Как считается... То правда, то правда. Я скажу так, эпоха вокально-инструментальных ансамблей, которые были страшно популярны в городе Пскове, считалось, что в каждом коллективе рабочем должен быть вокально-инструментальный ансамбль. Конкурс Псковская весна самодеятельный проходил неделю только одни ансамбли. Вот было какое количество. Руководство за этим очень хорошо следило. И если какой-то завод, строй деталь, например, не принял участия в конкурсе, пожалте на ковер объяснениями. Почему? Очень хорошая инициатива. Даже было сделано как в футболе. Была первая группа коллективов больших. Это радиозавод, машзавод, АТС, АДС. Это была первая группа, где было и денег больше, и коллективов больше. И была вторая группа там, ЖБИ. Ну, коллектива поменьше, да? Да. АТС, там вот этот электромашиностроительный завод. И везде определялись лауреаты и дипломанты. Слушайте, замечательная инициатива. Вот очень хотелось бы, чтобы... Ну, у нас и заводов-то уже не осталось. Давайте так скажем, что уж там говорить про ВИО. Но хотелось бы, чтобы те заводы, которые остались, тоже обязательно как-то... Студенческая весна отдельно была. И тоже шла не один день. Игорь Александрович, а как считаете, есть ли сейчас какие-нибудь исполнители в Псковском регионе, в Псковской области, которые готовы выходить на всероссийский уровень? Есть ли сейчас такие? Они не только есть, они выходят, только не все о них знают. В нашем городе проживает Александр Семенов. Так. Его псевдоним Александр Добрый. Зайдите на YouTube. Автор и исполнитель. Его песня два года назад, которая называется «Наш День Победы», участвовала во всесоюзном фестивале, который проводил союз боевых содружеств. Это очень серьезно. Серьезный уровень. В Питере в Октябрьском зале и его песня заняла первое место и приз он получал из рук Валентины Ивановны Матвиенко. Ну что, все знают? Нет, вы знаете, вот я, честно говоря, хотя и слежу за, если можно так сказать, псковским шоу-бизом, то вот такую информацию от вас впервые услышал и обязательно поинтересуюсь, кто же это. Сейчас в догонку будет вторая. В прошлом году наши авторы исполнитель Ирина Крылатая написала песню специально к 9 мая, которая так и называлась 9 мая. И эту песню исполнила на поклонной горе в Москве 9 мая наша известная российская певица Катерина Голицына, которая на всю страну и сказала авторов. Игорь Александрович, на самом деле время эфира нашего, к сожалению, подходит к концу. Большое спасибо вам за интервью. Очень много интересных моментов вы нам рассказали, поведали. Дорогие друзья, с нами на связи был заслуженный работник культуры России, музыкант, продюсер, звукорежиссер Игорь Попов. Игорь Александрович, до свидания. До свидания. Ну а, дорогие друзья, я вам желаю приятного вечера, пятницы, и услышимся на радио Маяк Псков. до свидания. до свидания.